так 24 июня 20 часов 42 минуты уже больше 12 часов на велосипеде за всех 12 часов только один магазин попался доверился google map у меня как-то по ближайшим дорогам завел вообще в глухомань в лесах какие-то такие что даже то что людей там гравий уже был торфяные разработки там даже не было связи телефонный кошмар очень нельзя ему верить поводил у меня как бублика вначале там было расстояние что-то 140 но уже более 200 проехал за это время сейчас идет дождь утра была хорошая погода сейчас идет дождь и довольно-таки сильно промок но не холодно принципе у меня там есть еще сухие теплые вещи сегодня удачный надел бахилы сразу с утра поэтому ботинки почти не промокли как-то немножко так по штанам там спускается вниз потому что позавчера я не успел бахилы одеть и как раз по штанам промокли носки была очень серьезная такая проблема так что сейчас светло кстати вот по прогнозу посмотрел я сейчас уже за полярным кругом считаюсь в Хельсинки в южной Финляндии вообще сейчас шторм идет сильный ветер этот под вечер я попал ветерок мне встречный сейчас так слабенький ветер но дождь постоянно идет и за все время только за всех эти 12 часов вот одну нашел такую стояночку крытую не автобусных остановок ничего такого крытого не было вообще по глухоманиям мотался и вот такое местечко что-то так где тут раноа раноа и час назад встретил одного девочка 66 лет сбежал марафонец местный такой деревенский девочек я тут заснял на фото так слегка он пообщался вот он мне посоветовал тоже скоро будет поворот деревне санта-клауссо всем надо готовиться серьезней нельзя доверять google map надо прокладывать желательно по центральным дорогам но скоростные закрыты для велосипеда по центральным дорогам и брать генеральное направление и отметки по городам а там уже на месте потому что в городе всегда проблема с велодорожками особенно там что на въезд что на выезд тоже нельзя доверять этим электронным картам может быть если отдельно загружать персональную карту Финляндии может быть она была бы более подробная а так у меня на гармине карты Европы ну как бы такая общая и google map доверяюсь но надо будет потом посмотреть может поменяю на ipad что-нибудь или iphone потому что сейчас у меня этот ipad он в защитном чехле против дождя и он не вмещается в сумку в ну в смысле там такой специальный отдел и был из чехла влезает но там есть возможность если я сниму сейчас этот чехол попадет вода посмотрим подумаем что-нибудь можно насчет айфона а кстати даже смотрю карманчик тоже отсырел так что тоже ему доверять нельзя может быть в будущем вообще поменяю на сумку на другую сумку посмотрим сейчас у меня топ пик стоит этот на переднем руле gopro тоже что-то не знаю что-то она начала зависать вчера сделал зачистку там снял перекинул старые файлы на ipad и вроде появилось свободное место сейчас он вообще глючит ничего что-то непонятно с ним происходит вода в него не может попасть он как против воды его вообще можно воду опускать в этом чехле что-то непонятно с ним так пока сегодня даже из-за того что как бы дождь так шел может быть даже не так много потери сил было потому что я думаю что буду максимум двигаться вперед хоть уже темно то есть и не так темно как бы как бы ночью же но здесь светло это из-за пасмурного что область есть так немножко сумерки а так светло у меня хорошее освещение там что и передняя но этот так где тут она видно там экспозури и заднюю тоже очень сильно добавок так жакет у меня на хелме тоже была защита зеркало такое хорошая видимость еще и если у меня боковые фронталки но они слабенькие такие так для смеха сейчас их даже было бы не видно вот так вот так что думаю сейчас посижу перекусил кстати взятые с собой продукты сегодня выкинул эту ветчину там она была более двух килограмм я совсем немножко с нее съел уже покрылась она была копченая но уже плесенью покрылась не стал ее и эти сосиски вакуумные тоже так посмотрел думаю не буду купил финских сосисек у меня еще консервы есть потом рыбный паштет тунец почему-то очень хорошо сейчас тунец я полюбил кушать особенно тунец масля еще галеты есть если вот так было бы желание сейчас мог бы здесь под навесом даже себе как-то уже мечтал развести огонек сделать горячее но у меня еще теплый чай стоит в термосе с утра заваренный пол термоса точно есть вода есть еще почти 3 литра так что будем двигаться вот так вот ну все вперед пластик Продолжение следует...